Число сочетаний это количество способов выбрать как разных элементов как называются эти числа числа сочетаний вот если по два, то треугольные числа есть формула число сочетаний из n по два это n умножить на n-1 пополам n-1 это угольное число но сейчас я говорю именно об общих случаях господа, обратите пожалуйста внимание что мы для не очень больших чисел n и k можем явным образом выписать все эти самые варианты и соответственно никаких проблем при маленьких числах у нас нет поскольку это абсолютно важное понятие я сейчас не поленюсь и выпишу объясню что такое число сочетаний из шести есть у нас числа один, два, три, четыре, пять, шесть так? давайте только вот что для скорости я не буду писать запятые не буду писать в крупные скобки считается что каждый это сам на мысль то есть там где надо было по совести написать не знаю там один, три, шесть я буду писать просто один, три, шесть ну иначе слишком трудно выписываем всевозможные возможности один, два, три один, два, четыре один, два, пять один, два, шесть согласны? один, три, четыре один, три, пять между прочим не так много их это только кажется что один, три, шесть один, четыре пять один, четыре, шесть один, пять, шесть все соединитель больше нет два, три, четыре а то есть перестановка считается? в смысле какая перестановка? я пишу каждый раз разные вот это еще не было раньше два, три, пять два, три, шесть два, четыре, пять два, четыре, шесть два, пять, шесть все с двойкой кончить больше с двойкой не будет три, четыре, пять три, четыре, шесть три, пять, шесть четыре, пять, шесть все сколько их есть штука? Во-первых, это уже не так. Во-вторых, наша цель научиться считать числосочетания не для конкретных чисел, а наша с вами цель – просто получить какую-то простую формулу, чтобы нам сказали числосочетание 6 по 3, и мы сразу почитали, быстро все получилось. Оказывается, это нужно сделать несколькими способами. Сначала переглядимся к этим 20-ти выписанным вариантам, чтобы отметить те из них, в которых есть ребенок, а другим способом отметим те, в которых шестерки нет. Способно человечество это сделать или нет? Давайте. С шестеркой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять штук с участием шестерки. Так, все помнят, что всего их было 20? Есть. Значит, без участия будет тоже 10. Замечательно. А теперь вопрос. Вот можно ли как-то понятнее сказать, сколько существует обведенных желтым товарчиком в терминах чиселосочетаний? Посмотрите, их 10, конечно, да, мы их сейчас посчитаем. Но вот нужно ли как-то понятнее сказать? Представьте себе, что у вас есть какой-то оракул, который готов любое числосочетание вам сразу сказать. Кстати, интересно, а такой оракул есть? Да. Да? Как его зовут? Как его зовут? И что ему надо написать, чтобы получить числосочетание? Нужно написать N и K, и он всегда числосочетание. Да, и прямо так по-русски написать, да? Скажи мне, пожалуйста, чего равно числосочетание? Нужно написать? Нужно написать N и K. Обозначение для числа сочетания очень простое. Надо написать N и K, и после этого вот эти вот самые числа. Очень советую это попробовать как-нибудь самим написать, потому что если вы действительно будете решать сколь-либо серьезная задача по теории вероятности, то обнаружите, что числосочетание считать приходится часто, и вовсе не из шести по три, а иногда, скажем, из тысячи по двадцать пять. И это уже совершенно, получаются жуткие ответы, и формулы бывают с большим количеством и так далее, и так далее, и так далее. Компьютер это все делает гораздо лучше человека. Какой сайт? alframalpha.com Это просто сайт, которым надо уметь пользоваться. Я не просто так говорю, а любые школьные задачи он решает мгновенно. Просто, ну ладно, потихонечку играть, пользоваться им и равниться на участие. Да, так вот, еще раз повторяю вопрос. Еще раз повторяю вопрос. Посмотрите, пожалуйста, понимаете, она обведенная желтым овальчиком. Молодец, почему? Нет, пять по двое это будет десять. Но десять это в том числе единица плюс три в квадрате. Поэтому это не объяснение. Но вы правильно сказали. Число сочетаний из пяти по двое. Почему? Да. Потому что пять других чисел и два из них в паре рисуют, а с третьей шестеркой. Потому что шестерка везде здесь написана. Везде написано шестерка. Можно везде стелить. Да, и тогда будет по два числа. И что тогда будет? Один, два, один, три, один, четыре, один, пять, два, три, два, четыре, два, пять, три, четыре, три, пять, четыре. Согласны? Да. Это же просто пары чисел. Только не от одного до шести, а от одного до пяти. Отлично. Значит, обведенных желтым в точности число сочетаний из пяти по двое. И теперь следующий вопрос. Они обведенные. Как их сказать? Вот они, необведенные. Один, два, один, четыре, пять, три. Молодец. Ребята, там наоборот, там шестерка запрещена. А что значит запрещена шестерка? Нет, ничего. Запрещена шестерка. Это значит, что вы имеете право брать любые три числа, кроме шести. Любые три из первых пяти чисел. Значит, того, где нет шестерки, в точности вариантов число сочетаний из пяти по двое. Так? Господа, и мы с вами получаем замечательную форму. Она чрезвычайно важна. И давайте мы ее прямо сейчас задавишем. Это и есть число сочетаний из пяти по двое плюс число сочетаний из пяти по двое. Разумеется, эта формула верна не только для чисел шесть три, а для любых. Давайте я ее сейчас аккуратно напишу в будущем виде. И мы с вами эту формулу сейчас докажем. Число сочетаний из n по k это число сочетаний из n-1 по k-1 плюс число сочетаний из n-1 по k. Так, на всякий случай. Скажите, пожалуйста, а вот теперь чему равно число сочетаний из десяти по двенадцати? Получается... Сколькими способами из десяти предметов можно выбрать двенадцать? Нисколько? Ноль. Ноль. Да? Поэтому ничего страшного в таких числах сочетаний нет. Просто очень важно понимать, что оно равно нулю. Да? Если у вас k больше, чем n, то в таком случае число сочетаний просто-напросто нулю. Так, ну кто докажем в формулу видит сейчас? Нет формулы за тройки как для тройки? Есть, но нужно чуть-чуть потом. Нет, нет, ну разумеется, это все будет. Сначала вот эта формула. А формула еще раз n на n-1, 9 на k? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. То, что есть такая симпатичная формула число сочетаний из n по два, ничего не означает для число сочетаний из n по три, как эта формула совсем другая. А какая формула? А можно не будем сбегать вперед? Чуть-чуть дайте, пожалуйста. Я считаю, что вы уже готовы вот к этому, абсолютно готовы. А вы дайте все, что угодно, но мне этого. Хотя это я уже практически уже рассказал. Хорошо. Не хотите общие числа? Получите конкретные. Так, давайте. Вместо шести напишем... Нормально-мально. Вместо шести напишем 10. Хорошо? Вместо к напишем 4. Пожалуйста, осознайте, по какой простой причине верна вот такая... Видеть комбинаторный смысл того, что написано слева... А это было как в шести? Да-да-да, точно так же. А, ну это как? Вперед. Нет. Что нет? Что написано слева? Что это за число? Количество способов выбрать 4 пальца из имеющихся 10 пальцев. Вот у меня только 10 пальцев. Так? Вот и 10 пальцев. Предположим, что я хочу 4 пальца, ну не знаю, прижать к столу. Вот один вариант. Все, кроме большого, прижал. Или, не знаю, большую указательную одну, и большую указательную другой. Ну много вариантов, правда? Не буду сейчас все показывать. Меня интересует количество способов это сделать. И теперь простой вопрос. Как это выразить через число сочетаний из 9? Если хватит номеровать, то 3 из 9, то значит, что нам нельзя будет... Так, первые пальцы номеровать не проблема, правда? Первый, второй и десятый. Нам нельзя будет загибать десятый, и кроме него, это будет второго пальца. Я хочу из 10 пальцев выбрать 4. Либо вот этот большой палец выбран, но если он выбран, то всего осталось, кроме него, сколько пальцев? 9. 9. И сколько надо из них выбрать? 3. 3. Вот это и называется число сочетаний. Повторяю, если есть 10 пальцев, и мы один конкретный палец выбрали, то варианты остались выбрать 3 пальца из 9. Выбрать 3 пальца из 9. Если же, наоборот, мы договорились, что этот палец не выбран, ну, собственно говоря, его тогда можно спрятать куда-нибудь. И сколько у нас осталось фактически? 9. Только выбирать из них 4. Все понятно? Да. Все. Вот и вот, ребята, это совершенно важнейшее свойство. Поймите, почему это свойство крайне важно. Потому что вообще там полностью решает задачу. Если вы умеете считать число сочетаний для n-1, то вы при помощи этой формулы умеете считать число сочетаний для n. Понимаете? Сводите задачу о числе 10 к задаче о числе 9. Правда, ни одной задачи о том, но чуть поделаешь.